Стадион военных летчиков на Старозагоре принимал финал областного турнира «Лето с футбольным мячом». 16 команд мальчишек и девчонок со всей области разыграли кубки и призы самого престижного подросткового футбольного турнира в регионе. Спортивный праздник по традиции организовывает Самарское региональное отделение «Единой России». Когда мы 6 лет назад его начинали в железнодорожном районе, конечно, мы не думали, что он разрастется до такого масштаба. Десятки тысяч играет мальчишка и девчонок каждый год. От 30 до 40 тысяч. Начинались мальчишки, сейчас и девчонки активно подключились. Я даже изменил отношения, в том числе к женскому футболу. Даже боксеры посмотрели на футбол, и у нас родился проект «Лето в боксерских перчатках». «Лето с футбольным мячом» стартовало в начале июня. Финалисты турнира прошли сито отборов три этапа, а лучшие приехали в Самару разыграть большой приз – Кубок чемпионов. Тренер ставит задачу, чтобы мы выиграли первое место. Ну и самые готовые. Мы рады, что победили. Соперники были сильные. Было сложно забивать, но у нас получилось. Из трех тысяч команд в финал попало только 16. Возраст игроков от 10 до 15 лет. Областной турнир начался с выставочного матча. Сборная команда губернатора играла со сборной командой капитанов «Лето с футбольным мячом». После первого тайма молодежь выигрывала со счетом 1-0 в перерыве. Сборная команда губернатора говорила только об одном – о победе. В итоге матч всех звезд закончился ничьей. 1-1. Для многих это шанс попасть в большой спорт. Воспитанники Самарского детского дома сегодня готовы начать профессиональную карьеру футболистов. Александр Рыбкин тренируется в центре подготовки крыльев советов, а Валерия Усачева – кандидат в женскую юниорскую сборную России до 17 лет. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.